В следующем году Новосибирской подземке исполнится уже 30. И хотя до масштабов и долгожительства, к примеру, того же московского метрополитена Сибири еще далеко, но тем не менее и в нашем регионе есть продуманная стратегия развития. Что она из себя представляет, какова цена вопроса и откуда взять эти деньги? Об этом в нашем материале. Самый восточный российский метрополитен был запущен на излете 1985-го, став первой и единственной за Уралом и в Сибири подземкой, при этом являясь третьей по загруженности в России. 27 февраля 2012-го здесь встречали двухмиллиардного пассажира. Но статистические рекорды – это только вершина айсберга. Чтобы понять, как именно функционирует этот сложный организм, недостаточно спуститься на перрон станции. Для этого надо прогуляться по метродепо, где совсем не так давно стали осуществлять капитальный ремонт вагонов. Ведь в 2016-м заканчивается предельный срок эксплуатации многих из них. Выгоднее нам все-таки проводить ремонт здесь у себя. Если бы мы решили проводить эти работы на стороне в Москве, нам надо было приобрести дополнительно 2-3 состава вагонов. Это оплата транспортной, все расходы. И, естественно, то, чего мы делаем для себя, мы никогда бы не получили в Москве. В прошлом году мы отремонтировали 2 вагона. На этот год у нас планы увеличением идут. Мы, я думаю, что не менее 6-8 вагонов отремонтируем. А на будущий год и последующие годы по 10 вагонов нам надо ремонтировать. Чтобы оценить состояние кузова, для начала его полностью очищают от краски. Оцениваем состояние несущей конструкции вагона, состояние обшивки вагона. Если это в соответствии с всех норм допусков и износов по требованию к этой конструкции, то тогда производим шпаклевание, грунтование и с последующей окраской вагона. Но вагон – это не только сам кузов. Андрей Колыхневич, пришедший в метродепо со своим отцом, знает, что скрыто от глаз обычного пассажира. Наш участок занимается капитальным ремонтом. Соответственно, мы полностью перетягиваем все кондуиты, меняем их со старых на новые. Проводим, соответственно, все опайки, ревизии аппаратуры. Если я не ошибаюсь, по кузову была экспертиза, его продлили на 18 лет. То есть, ну, а по проводам мы готовы дать гарантию на 5 таких же 25 лет. Из тех вагонов, которые вышли на линию почти три десятка лет назад, еще ни один не отправился в утиль. Но возможность капитального ремонта на месте – это не только эксплуатационное долголетие. Все-таки это рабочие места для людей, работает очень много молодежи. Все заняты, всем интересно. Растущий пассажиропоток сделал необходимость запустить метропоезда не из четырех, а уже из пяти вагонов. Для того, чтобы нам перейти на пятивагонный состав, для этого нам нужно подготовить отстойно-ремонтные корпуса и, собственно, приобрести вагоны дополнительные. Еще один проект, который будет реализован уже нынешней осенью – начало работы объединенных ремонтных мастерских. Он задумывался еще в 90-е, но тогда подземки – это было не по карману. Ремонт оборудования всего хозяйства метрополитена будут выполняться в этом двухэтажном здании. Это и путейское хозяйство, это дверные проемы, механизмы, которые пассажир каждый день их видит. Это и хозяйство службы Т, то есть тяга поездов. Ну и, естественно, эскалаторы. Содержать в хорошем состоянии, в технически исправном – это вот все. И эти, в том числе, объединенные мастерские позволяют. Метрохозяйство сегодня – это 13 станций, 100 вагонов, более 1200 километров кабеля, 15 тяговых подстанций, более 30 эскалаторов. Целый город, который должен работать, как хорошо отлаженный часовой механизм. Поэтому необходимо каждый день ремонтировать это оборудование, вкладывать средства в модернизацию его. По существу вот в этом году мы активно этим занимаемся. Первый оригинальный пятикопечный тариф отстукивал в новосибирской подземке с декабря 1985 до апреля 1991. Последняя перезагрузка произошла зимой 2013. Этот тариф, который был введен в прошлом году, в феврале месяце, он позволил нам в этом году приобрести один состав, второй состав, естественно, мы будем покупать в этом году, но расплачиваться на будущий год. В этом году общий бюджет капитального ремонта подземки составил более 250 миллионов рублей. Дорогого стоит и обеспечение безопасности. Недавняя трагедия в Москве еще раз заставила задуматься над этим. Там меняли стрелочный перевод, и недооценка вот этого стрелочного перевода может привести к очень плачевным результатам. Поэтому вот у нас 86 стрелочных переводов в метрополитене, и на будущий год я планирую не менее 15 стрелочных переводов заменять остряки, менять крестовины. Нынешние 18 рублей, кстати, самый демократичный сегодня в России проезд. К примеру, разовый билет в Москве обходится пассажиру в 40 целковых. Но может ли подземка около 85% доходов, которые – это продажа билетов, и дальше сохраняет прежний тарифный уровень? Ответ на этот вопрос очевиден. Метро должно шагать по жизни дальше, реализуя программу развития. А удовольствие – это по понятным причинам не дешевое.